и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа зрители нашего канала в ю тубе и не только в ю тубе на просторах интернета сегодня у меня для вас сюрприз сегодня я хочу вам презентовать новую технику новую школу оздоровления представителем ее единственным наверно да на россии ну в россии это уж точно единственное но и на половине земного шара тоже я вам гарантирую это единственный такой человек который может это донести до вас запустить этого дела является борис олегович давыдов добрый день добрый день ну а меня как вы знаете зовут олег алав гудин это система пришла к нам с востока да из китая гуаньбау дзы древняя китайская система которая была в свою очередь в китай из индии великим махаситхой падампасанге и по результатам его многократных экспедиций из индии он сам этнический был индус достиг высших ситхов достижений цели которых это долгая жизнь во первом прожив шестьсот лет 600 лет считается что это действительно правда окончил свою жизнь и путь в тибете оставив несколько школ огромное количество последователей и в частности одна из линий передач которая образовалась на юго-востоке китая это система называется гуаньбау дзы непосредственно мастер последний мастер в этой линии великий мастер хуйнадзин он мне идет передал три раза с трепетом сказал что ничего больше называется из прямых источников в руки бориса было это передано и действительно это никому больше не давно в европе видимо да и по истечении длительного периода который насчитывает больше 25 лет наверное стал тот момент когда можно рассказать об этой семье просто рассказать это или твои 25 лет практики в целом практика берет начало с 91 года эта система практик связана непосредственно с баджаяна является внутренним учением будушеке муни всех буд прошлого настоящего и будущего периода и она включает все этапы развитие пробуждение человека вплоть до освобождения но мы сегодня не поставили цельку и что такое освобождение и выше этапы для того чтобы достигнуть чего-то надо иметь что-то мы имеем тело насколько это тело здоровое мы имеем жизнь насколько она продолжительная каковы обстоятельства нашей жизни насыщена положительными эмоциями и насколько много мы вредим себе и окружающую миру течение вот этой нашей деятельности собственно говоря это все практические вопросы которые имеют конкретные ответы важно что правильно задать вопрос не врать себе получить ответ и иметь мужество пройти по этому пути таким образом систему гуань бодзе она имеет на первых этапах следующие модули как бы подходы оздоровление освободить свое тело от зажимов там где наша энергия к сожалению имеет место быть но не двигается не развивается дальше эти места они конечном итоге нам начнут говорить что-то не так это болит потом будут возникнуть болезни можно ли энергию на первом так высовывать да конечно можно для этого мы хотим предложить для вас первый этап развития своих творческих способностей это мышечно-сухожильный скручивающий массаж который мы будем преподавать системе вань бодзе на втором этапе когда подожди подожди давай поясним вот это первый этап обычно сухожильный скручивающий массаж да это непосредственно то практика которая вы сможете обучиться для того чтобы использовать и применять ее в своей на жизнь для себя профессиональной деятельности подойдут вернского совпаде самого себя любое учение и только восточно вообще эта философия мудрецов древности до начни всегда самого себя это я поддерживаю очень правильно то есть мы сами оздоравливаемся это первое что если врач или целитель болен кому он интересен кому он может помочь себе он может помочь таким образом мы готовы сделать вас здоровыми важно чтобы вы захотели пришли обратились к нам то есть это первое сам оздоровление сам восстановление и в освобождении энергии свободно чтобы она у вас была работа человек если есть у вас машина это ржавеющий хлоп насыть и энергии свое тело и так первая часть нашего цикла будет посвящена методом скручивания и освобождение этой энергии как дополнительные связующие на этом этапе будет данное объяснение о правильном питании это очень важный блок мы имеем тело оно должно не только быть источником энергии но она еще должна быть очень хорошим футляром красиво выглядеть здоровым питание в основе питания находится что дегидратации 80 процентов нашего тела состоит из жидкости чем это не c2h5 это просто ах2о не путай правильное питание и правильное питание будет определять наше сознание это мы уже говорим несколько шире образе жизни на стиле некоторого мышления и поведения но эти основы уже будут закладываться на первом модуле когда люди получат понимание пошагово как произвести скручивание скручивание это не обычный какой-то массаж на самом деле это очень глубокий протокол который включает большое количество блоков позволяющих решать различные болезни не обязательно только само оздоровиться есть много патологий связан с костной системой с мышечным аппаратом все это можно вернуть внутренние органы которые болеют и недостатка энергии это тоже будут оздоравливаться я подразумеваю что это во-первых если там обученные органы не будет ставать на место да если это есть функциональные блоки если ось смещена она должна быть поправлена до желез весь организм выстраивается по одной оси ну это же похоже на тайский массаж тайский массаж это по сути что такое тайский массаж сколько лет этого тайского массажа назовем первую дату когда таиланд была образована как государство вы спросите меня выезжайте в таиланд и вы узнаете 1815 году окончилась почти столетняя оккупация бангладеша этой территории и семи королевств возникла единое государство который всем сегодня известно как таиланд за сто лет как вы думаете не стеркто ли многое если даже артефакта как таковых не осталось за исключением одного болванчика которую вы копали сказали вот это наследие предков сто лет оккупации то есть талант свежие молодое образование оккупирован бангладеш соседним государством значит их умение началось после этого да то есть они наследники и наоборот они все утратили тайцы по сути китайцы южных территорий китая которые имели как минимум 2 2 крупных периода миграции последний период миграции окончился приблизительно где-то 500 лет назад соответственно сформулирована культура которая говорит на тайском языке по которой очень близок к южно-китайскому речи и есть очень сильное различие южных и центральных тайцев которые давно переселились и смешали с аборигеном населения и северных тайцев которые по сути и есть китай современный тайланд носит отпечаток прежде всего не индийская китайская культура китайская культура конечно же связано с имей тем не менее вот такое большое было плечо чтобы получить эти знания исторически все намешано понятно мы же говорим про массаж мы говорим в основном о пляжном тайском массаже который делается полчаса протокол настоящего массажа гуань был за это три часа соответственно когда гораздо серьезно наши отцы покупали машины советской сборки да они сначала делали что протяжку то что половина болтов отсутствовала остальная половина как могла крепилась то есть никак и вот эту протяжку надо делать каждому каждой части тела мышцы сухожилия все это должно правильно быть поставлено своими это время требует отдельные элементы есть как абдоминальный массаж или висцеральный массы тоже очень проблематичная вещь мы не обращаем на это внимание множество дополнительных моментов как точечный массаж момент скручивания почему мы это делаем почему точечный массаж лучше применять когда ты скручиваешь почему эффективнее аймо терапия то есть альмо это пальцевой массаж чем постановка иголок почему в россии и в европе не очень-то популярная рефлексотерапия потому что она слабо эффективна то что методы неправильно используются вот мы предлагаем приходите узнаете каким образом можно быстро поставить орган на свое место и заставить его правильно работать путем первое учиться скручивание второй модуль это получить знание теоретически о том что такое пять элементов из которых вся вселенная из пяти первых элементов воздействие между ними создают нам что различные проблемы если мы не можем гармонизировать эти энергии систему g7 до система усин если мы говорим отдельный человек все органы они имеют до или иное отношение к одному из первыми возникли за дыр энергии вибрации ты владеешь что это евро ты можешь управлять направить больше восстановить качество работы энергия органа откуда тогда браться болезни они могут браться источник болезня это неправильный вид они Dazu неправильно питание как нужно себя вести в обществе чтобы не создать проблем для других не было для себя это не значит изучать правила дорожного движения вам это очевидная вещь и то что надо смотреть сначала налево и направо когда переходит дорогу из правого стороны движения не только многие известная личность как черчилль приехал в лондон что-то забыл из лондона в нью-йорк забыл длительное время в общем-то находился в лондоне посмотрел не туда и был сбит машинка известна структурировать внешние свое пространство это тоже часть тех практик которые мы будем преподавать что это имеется ну что под этим подразумевается внешне пространство этого пространство на которое мы как правило обращаем внимание только когда речь за столом идет это и к экологии не к черту мы дышим плохим воздухом только живут является негативным или патогенным фактором сама энергия в которой мы находим энергии пяти элементов она конфликтная смотрит какая погода нынче в июле стоит почти заморозки снег выпадал это как нормально линия нормально это ведь о том что те существа которых мы не видим не представления не тоже испытывают проблемы кого от нас в том числе как мы можем гармонизировать свою энергию с ними вступить взаимодействие для этого огромное количество существует метод это называется искусственными средствами то есть правильно используем вода может стать частью искусственных средствами это для нас как бы внешний элемент и он недостаточно чистой выводу по моему может быть живой мертва заряжена структурирована это было научиться правильно структурировать используя не только какие-то придуманные кем-то методы но методы которые достались например от исторического будущее кем я лично не вижу противоречий что это высшее существо этот учитель мог что-то искаженно дать или каким-то образом не донести информацию вопрос только в нашем желании не желали получить эту информацию школа гуаньбауцзы своей сути не искаженно протяжении тысячи лет это все хранила развивала передавала она ее от будущих и соответственно мастеров тоже много много наговорил это такой блок информации что я думаю не каждый сможет переварить естественно мы будем это преподавать по частям естественно там будут все это разбито на удобно варимые кусочки такие чтобы тут же смогли это отработать на практике переметь в жизни вот немножко вверх назад ты говоришь вот внешне погода даже другая изменилась да по согласно системе усин до энергетика и наш внутренний энергетика поменяется то есть получается это воздействие и окружающей среды на нас и нас на уникальная технология получается потому практически можем воздействовать вообще на мир окружающего именно так и создать для тебя для себя благоприятные условия например даже потрясающее поэтому оставим на это внимание потому что это же это умение сравнимая с магией магия управления на это высшее выходим на улицу садимся в автомобиль чтобы проехать по любимой москве или каком-то городу еще мы тут же стал сталкиваться с пробкой казалось бы вот все есть но мы не можем осуществить если мы будем использовать правильные методы на какой правильный может быть нам нужно взять и структурует свое пространство чтобы мы могли быстро доехать мы можем не сядем в машину мы все сделаем но пробка и не рассосала мы что-то не то сделали мы только думаем о себе другие люди они создают нам же проблемы то что мы не создаем проблемы для других это один момент надо еще избежать создание другими существами проблем для нас это все мы в целом можем объединить в своем взаимодействии скорее всего результаты придет естественно потребуется усилие магия как правильно правило людьми наши ученики на смогут этому научиться не хватит усердия думать что это можно за один раз сделать это неправильно это надо тратить время усилия помноженное на время это месяцы может годы на листом узорим на большом курсе это не надо одно-два занятия я хочу это может первый шаг несколько дней но дальше вы можете увеличивать и развивать свои способности все больше и больше геометрических прогрессии до отрасти потом да но это годы вы должны понимать что это будет первый результат скажется достаточно быстро во первых быть вы сводите свою энергию она внутри вас она не это просто зажарно сколько у нас энергии может у любого существа его всегда очень достаточно лично но почему тогда мы несчастным и стареем и умираем 100 процентов по сравнению с кем я чего у кого у любого существа а ты можешь мы освобождаем мы освобождаем больше 100 всегда энергии 100 где она энергии почему мы несчастливы почему болеем мы старимся умираем то что не надо сходуется не на все нужны да вот и если послушайте то что говорили мастера прошлого получится что даже не обладая мелкоскопа какими-то инструментальными методами они нам четко объясняли мы работаем на меньше чем одном проценте меньше одного процента и мы умудряемся дожить до 80 лет и создать кучу проблем для всех живых существ мы работаем ты меньше дома человек ходит на работу живет как тогда что угодно размножается кушает разгружает вагоны и картошка и это все на меньше одного процента что проект основной продевается во первых как этот процент тоже интересно начнем с того у нас есть что-то и куда мы это что-то девай мы ее расходом если уже послушаем современных ученых мы же их не хотим служить мы хотим только смотреть что программу новостей давайте послушаем ток-шоу теперь посмотрим что нам говорят умные люди образованные говорят большая часть энергии входит на защиту нас от неблагоприятных покажем лиц неблагоприятным фактором номер один дыхание попробуйте не дышать больше минуты такие интересно получается дыхание важная часть нашей деятельности условно и что она так сама по себе должна пройти мы говорим о том что дышать нечем много углекислого газа заполонила да нет хуже проблема кислород который мы духаем самый чистый о 2 может иметь для нас самые зловредные последствия для то что молекула кислорода состоит из атом атомы имеют что неактивную часть тела его или ядро и активную электрон который как может двигаться он может двигаться туда может двигаться обратно называется спина стоит спину ходящему наши легкие иметь другой заряд другую сторону двигаться он может перемоделировать все остальные атомы кислорода которые у нас где они находятся не везде не везде в крови и мышцах находится нет места где бы не было кислорода иначе это смерть будет для нас соответственно имеются случаи когда человек сгорел не на работе просто осталось одежда и будет почему спин оказался система антиперсидальной защиты до последний случай говорят взберами да был у нас стране в дагестане 10 лет назад когда два молодых человека после ну что делали кстане овец после наверно кого-то после и они сидели причем на соломе один из них сгорел и при этом это абсолютно было непонятно где-то что заметили шаровая молния возможно это было с этим связано хочу такой шаровая молния тоже объект не совсем безвредно для нас если защита от подобных вещей от любых негативных факторов будто полиция бандиты война или даже шаровая молния всегда можно иметь вопрос в энергии хватит ли нас энергии антиперсидальная защита защита от скажем так который затрачивается на переваривание пищи вот совокупность этих элементов как желудочно-кишечный тракт которым который является внешней средой внутренней средой человек как и легкие то внешняя среда просто он внутри нашего организма эти 15 метров кишечника но это не внутренняя среда значит там ведь постоянная война там весь бифиду бактерий которые вроде бы на нашей стороне но огромное количество зловредных бактерий они фактически с нами воюют пищи которую мы видим это основном труб трубы животных трубы птиц трубы рыб чего бы то ни было неприятно патогенный фактор мы должны потратить энергию на то чтобы посмотреть что внутрь нас попадает тоже затрат энергии и что нам остается просто умозрительно понимать что мы делаем это мы уже тратим уже тратим вот этот процент который у нас висит внутри что-то попадали уже тратим получается интересная вещь мы имеем сто процентов живем 80 лет на меньше одном процент из этого одного процента у нас семьдесят пять восемь процентов идет просто на тупую защиту потому что я съела это колбасу зачем вопрос а зачем она съела это проблема не просто питание это очень важный момент состояния ума для чего мы делаем те или иные моменты и так мы остановились у нас есть 25 процентов 0 25 процентов энергии который позволяет создать кучу проблем для всех живых существ никогда не смотрел с этой точки зрения на вот эти проблемы а ведь там надо решать еще не только переваривание колбаса кто-то отравился да кто-то перепил а у кого-то нервную срыв да там гибель рослинг на работе начальник лев шею гонит я поражаюсь ты настолько потрясающе интересно рассказываешь что получается все аспекты жизни даже в поих фразах они все затрагивают вот это вот осмысленность некоторого смысле мы именно говорю сейчас о смысленности жизни чтобы она была полноценной здоровой и реализовала ваши цели вот ради этого же мужчина чтобы достигать чего-то чтобы чтобы вы были достигаторами и даже можно учиться менять спин кислорода хотя бы экономить на защите электронного кислорода то есть даже до такой степени получается у нас есть тело у нас есть уровень энергии которые являются средним связующим состоянием между пространство ума это тоже тонкая энергия мы отдельно говорим ум с его так сказать желаниями страхами идеями есть энергия которая он так и иначе но неправильно используют и есть тело которое мы думаем что это это дело мы она переживать все виды невзгод она хочет быть счастливым в результате она что стареет болеет и умирает в чем живем но это же очень сложный вопрос чем смысл жизни это как раз то о чем задавались многие философы очень много есть ответов на этот вопрос на виду вам у каждого сложно когда я впервые встретился с учителем важных вопросов скажи самое ценное то чем ты владеешь ну как я владею делом секунду то что никто ни при каких обстоятельствах у тебя никогда не сможет одни и не только у тебя у любого живого существа вот видишь жук бежит он обладает этим там в небесах живут боги тоже этим обладают все существа обладает этим состоянием качеством что это такое назови нашей группе было около 26 человек никто не смог ответить это сложный фразовский кто-то говорит это ум ну знаете это просто ни о чем любой хороший удар смоги и твой ум и твое тело будут разных местах он тебе ничем не поможет это действительно качество которое у тебя никто не отберет я тоже думаю если это цель куда мы занимаемся это цель это цель который нельзя это цель это твой финиш у нас один общий финиш соответственно тот кто актив свой не оценил не может туда прийти состояние энергии то есть он уже про в проигрыше активы должны быть правильно оценены не перец это банки они обманываются мы же говорим о здоровье мы говорим очень важно итак наш самый главный актив который мы не любим не цене и поэтому мы всегда поражены болезненно этот актив называется смерть смерть это актив самая большая ценность у человека это его смерть ты недооценил смерть и ты получишь неблагоприятные обстоятельства ты оценил смерть ты работаешь на смерть свою значит когда она придет ты готов я принять и она будет наградой более того сколько жил по дам пасанге 600 сколько жил гуру ли почи 1200 лет подтвержденно многие учителя очень долго когда в этом есть смысл сразу оговорюсь когда в этом смысла нет они могут очень легко уйти разница а как уходит учителя есть такое понятие на тибетском жены или по-русски сложное определение великий перенос сознания в радужное дело ясного света как это выглядит сидит человек ну что ребята пора мне уходить скучно мне с вами стало я вот тут сяду в своей палатке вы меня пожалуйста до завтра не беспокойтесь а кому-то был нужен на тебя никто не обращал внимание всю жизнь по совет где-то ушел ушел тут события вдруг ночью свет музыка выше что происходит снег падает летом зимой расцветают цветы неизвестно откуда на снегу это с учетом пять километров высоко где-то там ничего живут все происходит вокруг его тела до а утром видят только остались ногти одежда волосы это мертвые отмершие состоятся товарищи живое она растворяется в пяти элементах усил серьезно то есть прямо идет используем и дальше 2017 году в начале 2017 года как минимум один мастер совершил малый он уменьшился что такие невероятные вещи рассказывать потрясающе мне даже мы не могу на лице уже уберите пероноса знания многие учителя могли бы это сделать по объективным причинам мы либо не зная этих обстоятельств либо они не совершили потому что просто каким политическим соображением помешали юридически например в нашей стране если человек входит состояние смерти ну то есть так можно определить переход смерть чем-то на проявляется либо она хозяйка ты не оценил этот актив она пришла и ты просто умер люди вызывают что перевозку некоторые пытаются конечно скоро уже нужно сделать туда потому что есть законодательство по которому надо поставить медицинское учреждение а если человек решил не умирать он мастер но ты видишь что как был признаков жизни не подает иногда это являлась вызов медицинских работников нарушением его ухода и не просто не показали тело света но они достигли чего они реализовали прежде всего на уровне тела они получили стабильные пять элементов первыми и их энергетические составляющие ведь чакр и меридианов тела мы имеем такие органы печень сердце селезенку почки многое но все они имеют так или иначе проявленность виде этих пяти элементов то есть на материальном уровне 5 элементов видны в виде женских и мужских проявлений элементов соответственно стабильный раз к мужской ты имеешь на уровне толком или речи мы видим что этот человек имеет огромную энергии может появляться например перемещение тела из одного места в другое без видимых признаков поддержки то есть это уже левитация это может и против перемещения взял вышли мгновенно переместился и так далее трансформировался в другую форму энергии потом где-то материализоваться а уровня ума это чистое видение когда ты даешь давай так вот сейчас немножко такую паузу сделаем потому что я понимаю что некоторые наши слушатели они будут шокированы о чем вообще говорим это и не религиозные аспекты да это и не какое-то то что проявленное здесь и сейчас в нашем мире а могут выжить или мегаполиса даже про это и не слышали и даже не задумывали что вообще это можно или нужно или даже где-то существует мы даже это не слышали поэтому я просто хочу намекнуть на то что вот этого школа будет не для всех она именно для тех кто готов именно постигать сюда такой степени глубокой чтобы ставить цель не только даже на протяжении на своей жизни а даже из-за пределами этой жизни наверно вот об этом мы говорим да и если если вы к этому не готовы то в принципе вам эти знания может быть и не нужны вы можете прямо сейчас нажать на стоп и выпучить это видео не смотреть дальше а для тех кому это интересно мы будем сейчас взглядом глубже и с каждым нашим следующим видеороликом будем изучать все более глубокие аспекты которые реально можно применить я думаю так вот именно так потому что действительно вы понимаете без этого ограничения кому надо кому не надо да не надо не так или как ты сказала хрустальную шару разбиваться грецкий орех какой смысл в этом да то есть это все от вашей готовности понимаете мы никого не дать на собой никого не просим и ничего не требуем если вы готовы если ученик созрел получите приходит и тогда мы придем и до вас все это донесем только покажите нам свою готовность пожалуйста любыми способами которые вы придумываете может быть это будут комментарии может это лайки может быть личный звонок письмо просто покажите предъявите нам свою готовность тут нибудь экзамен при приеме да знаете тренинги и ограничением в области здоровья и например они 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 религиозные аспекты тоже всякие совершенно вообще не участвуют мы и образовались для зазования да только ваше желание страстное желание и ваше целеполагание то чего вы хотите достигнуть знание русского приветствовать мы преподаем на всем русскоязычном пространстве интернета это много стран это не только россия недавно в зензебаре высадились русские и устроили так ну давай тогда слушай просто действительно я вынужден буду поймать честно извини осмотрите потому что у нас только уже расширилось пространство расширилось давай судимся тогда на некоторых урок сначала мы начнем с простого то что понятно всем это воздействие механическое на тело до костно связочных скручивающие точечные да это то что вы сможете на все выгода для вас что вы сможете применить и также лечить других людей да то есть вы можете в своей профессии это использовать следующее что будет выгодно нашим ученикам сам мышечный массаж это хорошо это нужно но он подругивает дополнительных несколько например массаж использование веревок веревочный массаж крайне распространенная в китае в россии про нем ничего не знаю что такое веревка а затем многие слышали что когда-то по порой для этого использовали на узы интересно у нас есть массаж казачья порка называется я не знаю похоже на веревочные казачья порка был бокал порой каким образом можно взять и легко из обычной веревки сделать нечто похожее на массажные инструменты каким образом произвести воздействие на тело человека с помощью этого это один момент собственно газами на лунцы и искусство плетения узлов это что это древнее искусство это элемент работы с энергией то есть энергию можно каким-то образом запечатать как можно взять утку в ней должна быть яйцо в лице там будет обязательно что-то это что-то может достать кто-то же сделать иголку кто-то же в яйцо и заложил где этого кощея достать все просто не нужно уток и кощеев можно взять нитку вот у меня на руке есть вот это меньше туда на пальце вот она это обычная кстати покажи поближе просто может быть не видно красная нитка нам раз на нитка мы божественном пальце почему на этом пальце тоже разные меридианы разными каким образом можно завязать узел таким образом куда его надо повесить какие формы амулетов можно сделать для защиты себя защиты других людей дом надо защищать отдачу а машину все еще важно это надо же вами почему это успускает массажист непосредственно взаимодействует с телом человека кто сказал что это взаимодействие только оценится на уровне шекелей а передачи на а то как он я уже думал китайское слово применил да то есть это воздействие и на пациенты пациент воздействие также на самого начнем с того если в советское время была такая дисциплина снаружи воздух нету когда профессиональные болезни и в этой дисциплине было например шкала смертность профессия все известно что шахтер дышит неприятно здесь нам не у легких болезни у страны компании да и сейчас есть шаровых есть да и поэтому самые богатые дни самых богатых санатория были сюда шахтер дабы не приехали весь интукиев пятигорский словос тусковец сочи яснял там туризма шахтер как еще профессии на первом месте конечно самые рисковые это испытатели самолетах подобные понятно а вторая графа кем заполнен ба интересно массажист это как на третьем месте врачи все-таки должны где-то себе сделать поблажки все-таки в то время массажисты не считались врачами врачи не считает но они были и школы физическая школа пятигорска до после шахтеров раньше шахтеров после испытателей самолетов даже не могу это поверить на вас не случает такое количество людей которые все время приходят обучаются глаза куда они умирают о том что они теряют здоровье перестают работать но я знаю массажистов которые наоборот 30-40 лет работы там час уже 70 а мы не знаем что-то степени безопасности каждый человек имеет ресурс у кого-то может быть этот ресурс очень большой и плюс мозги а кто-то посетился как он летит дай-ка я тапка в пол копоть дал но он же не знал что там поворот умный то притормозил и опять копоть это все остальные личная защита различные методы защиты часть нашего курса более того то только первая часть защита что дальше таким образом мы можем помочь другим людям даже не вступая плотно это пример практики которые позволяют бросить никаких у нас на слуху всех с глаз с носа с ушей что-то отбрасывать снять с глаз снять это сто пудов во-первых что такое с глаз как это все списывается в систему усин это очень неплохо бы понять существует ли этот сглаз на самом деле кто является источником и кто является рассказать доносит до нас негативную какая форма негативной энергии может быть почему то ведь я же еще энергетические паразиты сколько всего это у нас называется патогена все объединяем пакетом патогенный фактор патогенный фактор который может быть и сухостью и жаром и сыростью но вопрос если методы защиты исцеления конечно есть в основе любой болезни прежде всего лежит что первый недостаток энергии мы уже вы стартовые условия с 1 процент мы где девяносто девять процентов покажите тот банк который не отдал нам с прошлой жизни ну кстати а где вот она это называется потеря энергии в момент фиксации когда мы о чем-то думаем думаем как правильно часто беспрерывно и неправильно мы теряем на объекте фиксации энергии например ты решил выпить пиво строго стола жене до коли я буду сидеть дома она поняла лучше не конфликтовать ты вышел вышел честным намерением пить пиво но по дороге ты увидел сидят мужики и режутся домино ты вместо того чтобы сесть там пить в сквере с девушками пиво начал с ними резаться у тебя была одна идея естественно ты ты уже ушел из направления достижения своей цели да уже не просто играли в домино они пили портфель как известно три семерки альдам заканчиваются водкой результате ты накидался вместо пива и не купил то что тебе жена на что ты должны яйца хлеб молоко это все просадил ты пришел пьяным два часа ночи и получил скалкой по голове это результата или ты пошел купил бутылку пива все что я заказала пришел вовремя не было проблем постановка огромного количества неправильных и правомощных целей изначально не осуществлено ненужных не достижение результата из жизни замечу в жизнь забирают наши энергии на зафиксируем мы не можем ее обратно если бы мы вернулись одного продаж нравится на простых таких метафоров и так доступно что объясняет что действительно это будет всем полезно и понятно и доступно ответственно когда мы возвращаем приблизительно 10-15 процентов здоровье наше обретает совсем другие качества вопрос когда мы умрем вместо и на тоже промышленного видимо первый камень преткновения который нужно преодолеть и правильно мыслить позитивное мышление это конечно же мы об этом будем с первых дней говорить и до самого завершения потому что венцом системы является медитация медитация что комедит от всех сейчас я медитирую что они делают и каждый вкладывать все что угодно термин медитации европейские опять же он в основе лежит медиум это кто человек который управляет энергией какая-то магия но на востоке не говорят не используют термин тассами востоке используют термин самадхи есть много форм сама из четыре основных самадхи и последующие форма это состояние ума человека и любого живого существа которое собственно говоря приводит его к конечному результат это правильная оценка твоих активов что такое смерть самадхи например смерти не существует а тело является ограничением для твоего самадхи соответственно что делает мастер когда он достигает определенного уровня реализации что такое реализация какие используют на востоке термин например и понятие арха кто такой арха это кто это что это правило с европейским мышлением даже немножко по-другому это все представляю это существа которые достигли устойчивости в самадхи есть конкретное время и качество их достижения соответственно они уже преодолели многие моменты том числе момент смерти могут ее отодвинуть до того момента когда она абсолютно будет правильно оценена и а ценность существования в этом теле будет обновлена тогда смысла нет есть существа которые называются видят хары почти русское слово все ведь не беде знания дхара владения видят хары это существа которые овладели знания знания всегда конвертируется и ситка достижения самадхи является проявлением что является венцом уже этих достижений воззрение обладание правильным оценка смерти жизни это воззрение видят хара имеет его остальные ними поскольку они не имеют но они с этим сталкиваются постоянно умирают родственницы умирают родственники родители наши все умерли и мы получается умрем да то есть мы знание как такого имеем но его просто опять же закрыли якобы потеряли это чтобы во первых границу информация есть достижения нет то есть мы не оценили актив мой в минусе видят хара это оценивает ежесекундно не псих который сидит я умру я умру и боже что делать выбросился в окна нет нормально они как раз это тоже некоторое состояние ума да это именно состояние правильная оценка это есть воззрение есть два вида воззрения есть воззрение тиртика это не ругательство под тиртиком будда назвал существ которые неправильно оценили свои стартовые условия свою жизнь как как назвал их тиртики тиртики делятся на две категории одни тиртики верят что если есть это тело ой она прекрасно я его люблю откуда она взял а кстати мама его родила при помощи папа какого-то логично логично так хорошо а вот кстати этот мир есть я же в мире живу кто его сделал мама кто сделал этот мир не знаю спроси умного а кто умный рэбби рэбби знают пошли цепь там поп попит мир создал бог никто не спрашивает кто видел этого бога но все загадочно что брови кверху глаза развели ты лучше с ним не шути а то вот он сжег то пару городов на три люди начинают бояться что выстро как страх допускает изучать дальше конечно это есть интернализм это то клетка в которой тебя уже заперут сначала для мамы заперут и подумал что она тебя родила на источник грязь не получают грязь на здесь как бы сами себя в коробочку и постоянно она уменьшается результат интернализма всегда смерть и неблагоприятные последующие рождения потому что мудрость не проявилась значит как проявляется страх на уровне тела более боль это наличие если у человека нету страха вообще не будет боли против не будет ощущать а как он проявляется во вне тела это агрессия это гнев а как чем завершается гнев это троится страх гнев и боль интересно момент когда сознание теряет опору на это тело другое тело или в другое измерение как же называется это изменение которое переполнено страхами гневом и болью помогите не знаешь как а а там называют здрасте нас там ждут но опять это кто-то сказал это же опять это кто-то сказал делаешь как на это кому мы верим это дело наших знаний или глупость будда шакьяму и 4 исторически четвертый исторический будда он объяснил это на листы которые верят что якобы кто-то создал этот мир подать крайне заблуждение результатом этого заблуждения будет как правило рождения в аду тестов для рождения аду нет я рожусь в раю меня спасет кто-то не будем эти фамилии называть это мужчина на кресте может быть еще кто-то ребят и он я вам говорю если вы сейчас ощущаете боль в теле или страх что вам кто-то сейчас причинит эту боль забудьте временно про я не говорю что вы не пойдете вы попадете но сначала пройдете чистилище чистилище вы освободитесь от своей боли там существа которые нас ждут и любят более тоже следствие конечно что то наше за что это мы тоже будем рассматривать и говорить что приводит к образованию боль и сколько лет мы проведем человеческих воду слушай борис я так думаю что некоторые кто нас слушают они могут испугаться какой-то религиозно такой подоплеки потому что это для всех конфессий а ты столько уже назвал терминов состоянии вот этого а скажи вот в магазин мы пришли так что нас просят вы какой религиозной конфессии относится и спросить сколь 2 плюс 24 вопрос другой почему колбаса дорого стоит и яйца которые курицы бесплатно снесла стоит 100 рублей по факту но 2 плюс 2 всегда на калькуляторе будет 4 это что почему тогда ставят иконы какие-то там изображения изваяние красном уголке почему не поставят таблицу умножения вот о чем надо думать значит мы учим только науке никакой от себя никаких разводов бровей кто-то создал этот мир но я не знаю кто это важно потому что это практика это то что можно пощупывать кому-то нажать там и воздействовать и он тоже почувствует результат да да и в итоге получается мы становимся ну не только самоцельными личностями но и целителями да именно мы становимся исцеляющими ситуацию обстоятельства не надо замыкаться только на другом человеке на себя а собака заболела кошка можем мы им помочь мы можем помочь существу которые находятся далеко за пределами нашего измерения а то который умер на если у тебя есть энергия почему ты не можешь кому-то помочь когда у тебя нет энергии ты будешь очень много красиво говорить о том что мы процветают просто идет и прочее но люди тихо умирает тут есть энергии ты просто делаешь вернуть энергию себе и помочь другим людям быть счастливым это цель практики божиян и система которая называется гуань балуцы конкретно будь здоров обрети качество долгой жизни помоги другим все тогда я так немножко резюме получается что наша цель всего глобального курса обучения который разбит на сегменты получается обрести собственную энергию научиться и воздействовать на других с помощью еще тактильных методов приемов да и с помощью целеполагания разума то есть понимая что мы делаем то есть мотивация должна быть мотивация это что ты хочешь сделать она даже на знание на нету должен получить и само действие и этого мало в конце действия должно еще быть что-то ведь в конце каждого предложения либо . либо это тоже будет то есть это абсолютно завершился даже дальше тоже из куда идти все-то считаю что результатом твоих действий ты пошел в кассу получил что-то что дальше кто сказал что завтра это получит за тут я другой у меня спина болит но это не заканчивается естественно получилась краса пошел кто-то потратил что-то купила это принес что тоже сделала то есть это все время такой некоторый цикл меняется форма меняется разные виды энергии но мы сами осознаем и сами планируем что мы делаем так вот это эта идея это очень важный момент я только что скажу есть интернализм вера что кто-то это создал мир но противостоит что нигилизм никто не создавал все эта фигня главное это действие олимпийский вид спорта все бегут а все там дальше него тоже это другая крайне мы говорим о срединном то что сказал был бы сам среди на такой середины путь где он покажите пространство середина то самом деле когда твой ум не отклоняется одну или другую сторону то есть в интернализм или нигилизм а когда он не отклоняется он не отклоняется тот момент мысли постоянно называется тревожище и мысли мозг и эмоций постоянно потоки нашего ума находится чтобы мы не делали когда мы спим мысли возникают сон это одна из разновидностей формы жизни нашей момент подникновения мысли именно не отвлекаешься и не теряешь этот момент энергию для этого тела для этого твоего измерения она ушла безвозвратно у тебя была хоть одна возможность известно вот и начал думать мыслить пребывать в эмоциях ума построить анализах там я неправильно как я следующий раз лучше сделаю это до бесконечности ты без энергии средины прежде всего когда возникла мысль сейчас зачем я это делаю а что я оцениваю а нужно ли мне это поначалу это очень сильное напряжение ума что фактически тоже занимаешься тем самым ненужным делом но это то самое противоядие которое убивает все яды в один момент и очень быстро научишься контролировать свои мысли зачем я постоянно о чем-то думаю я хочу достигнуть этого результата я должен только об этом думать о методе его достижения через месяц-другой у тебя отпадает большая часть шелухи который забирает твою энергию твой ум становится стабилен это и называется пребывать в серединном пространстве это первая ступень воззрения высшая часть этого воззрения называется великое совершенство за пределы которым уже ничто не входит и не уходит потрясающе но это кстати вот между прочим вам преподнесен уже за урок бонусный урок да если вы начнете так вот размышлять я даже скажу тебе похвастать у меня когда-то вы создали афоризм довольно таки давно который тяжело исполнить звучит он так выполняя главную свою задачу а главное всего одна ты становишься сильнее выполняя второстепенную свою задачу ты становишься слабее выполняя ненужную свою задачу ты умираешь убиваешь себя великолепно важно об этом думать ежесекундно и вот как это сделать это нужно контролировать само себя настолько точно и четко чтобы усиливать себя а не убивать себя потому что это происходит ежесекундно будда как-то заметил хорошо сказал красиво сказал именно в контексте того что сказал наше все шахи линия мне понравилось потому что мы оказывается единобычными с тобой оказывается познакомились только сегодня значит будда сказал никогда неизвестно что начнется раньше следующий день следующая жизнь она одна иди достигай ее единство что тебе нужна цель стоит подумать накидаться в пивно или все-таки подумать кто ты зачем сюда пришел каков результат оценить свой момент смерти смерть это понятие что такое смерть кто-то может объяснить практически трезво никто все люди и существа умирают почему такое отношение вульгарных самому важному указывает нас очень по разному отношения но смысл один-то же режиме тоже пора 7 миллиардов людей просто извините за другой день откидываются ни о чем на самом деле смерти нет возьмем такой уважаемый источник бардак сознание ушло просто из этого тела чем она ушла но либо ушло с твоими переживаниями имущество семья невыполненные планы и пошло и поехало огромный актив страхи твои или же ему с больно ушло все эти тревожище эмоции их восемьдесят четыре тысячи пребывает в потоке ума даже таракана либо ты освободился от него 84 тысячи там где наша энергия спрятана когда эмоция это безвозвратно вот вот давай давай знаешь про что поговорим не про смерть а все-таки про актив если тактики ездности мы можем воспользоваться актив этого зрения крупными словами по стене написать этого зрения во зрение это в него попадает все но она правильно попала каждая вещь на своем месте находится они не в конфликте любое живое существо не имеет энергии это прежде всего на уровне языка врача означает пять первых элементов когда начинается конфликт момент зачатия неблагоприятный день при неблагоприятных обстоятельств папа не сдержался это уже обусловлено у ребенка будущего какие-то обстоятельства есть благоприятные астрологические дни это просто таким мелкими мазками пока мелкими крупные мазки оно родилось это существо и уже его обстоятельства один из элементов может быть сильно поражен другой стабильный но хоть один-то у меня стабиль отчего хорошего в твоей стабильности если сильный элемент например элемент огня обладает качеством выжигать он должен питать элемент земли земли у тебя слабый ты думаешь что он компенсирует твоей психоэмоциональностью повышенный ничего подобного огонь выше слабые земли сильная земля способна взять много огня слабая земля но боливар не может двоих тянуть понимаете да ребят всему своей правильной родился ребенок уже правда ли они родились вместе с ним надо что сделать изучить его обстоятельства и правильно править а вместо этого пинком под зад учили что-то там школы больное поколение выйдут с гаджетами не способны не размножаться ничего пять первых элементов они с момента зачатия конфликтует до момента смерти но это наш мир замещение ненужном сублимация надо врага ты везде подставляются объяснять как это все обойти что происходит когда вы пошли в макдональдс как выжить в нашем современном мире да да и успеете и обрести все больше и больше силы сила это здоровье долгая жизнь будут эти условия появится материально достаток будет материальный достаток это вторая часть есть шанс духовное развитие будет доведено до уровня вот этого воззрения зрение как минимум единого пространства так что цикл длинный бесконечный слушай борис давай на самом деле на этом закончим потому что действительно очень много мы обсудили и как вы видите дорогие наши зрители и ученики то что борис олегович давыдов еще раз я вам представляю это кладезь знаний это такая мудрость которую надо подключиться к нему был бы штекер приходите и все-таки подпитывался да чтобы вы смогли подпитываться приходите записывайтесь не забывайте ставить лайки подписывайтесь на наш канал и пишите нам комментарии в следующей программе мы уже расскажем более подробно да и конкретно что что вам нужно сделать уже сейчас дома так скажем не отходя от кассы у экранов своих мониторов до новых встреч дорогие друзья если вам